Спонсор выпуска cashback-service getcashback.ru Начни экономить на своих онлайн-покупках, зарегистрируйся на портале прямо сейчас. Выбирай любой китайский интернет-магазин и возвращай процент с каждой покупки. Первая ссылка в описании. Всем привет! Насколько вы знаете, на канале выходит рубрика с новостями китайских гаджетов. Там я рассказываю про новинки смартфонов, планшетов и прочих гаджетов, вышедших за прошедшую неделю. И черт меня дери, постоянно в комментариях найдется хоть пара умников, которые будут жаловаться на то, что все современные смартфоны сплошь лопаты. Что вот в наше время можно было смартфонами пользоваться одной рукой. Где нормальные телефоны в наше время? Почему китайцы делают только 5 и 5,5 дюймовые лопаты? Лопаты! Лопаты! Но сегодня смотрим на бюджетный 4,5 дюймовый смартфон Ulefone BX из магазина tomtop.com Да, он на рынке уже давно. Да, он работает на морально устаревшем железе. Да, он не очень презентабельный на вид и у него на самом деле куча косяков. Но что-то в нем есть. Чем-то меня зацепил этот малыш. Вот знаете, как бывает, приходит смартфон и сразу нравится. Но потом начинаешь что-то ковырять, замечаешь какие-то косяки и думаешь, за что я вообще деньги-то отдал. А тут в корне наоборот. Смартфон сразу не очень понравился. Но потом пришел отто апдейт на этот телефон и окирпичил его. Апдейт. С завода. А окирпичил телефон. Это капец просто. После этого в первый же день отвалилась буковка Е с логотипа на крышке. Да и поддержки 4G нету. Плюс изначально к производителю у меня нет доверия. Ну вот как-то не лежит у меня душа к нему и все. Но потом я начал его тестировать. Но давайте для начала рассмотрим технические характеристики. Должны же мы вообще знать, с чем имеем дело. Процессор MTK MT6592M. Это 8 вычислительных ядер Cortex-A7, работающие на частоте 1,4 ГГц, с видеоскорителем Mali-450MP. Экран 4,5 дюйма IPS OGS с разрешением 960 на 540. 1 ГБ оперативной памяти. 8 встроенные с возможностью расширения. 2 сим-карты с функцией Dual SIM Dual Standby. Первая симка стандартного размера, вторая – микросим. Смартфон работает только в сетях WCDMA, а это значит, что будет работать только в 3G на первой сим-карте и в 2G на второй. Никакого T3G LTE нет. Передняя камера на 2 Мп без интерполяции. Задняя камера на 8 Мп с апертурой f2.2. Сенсор Samsung на 5 Мп, но интерполирован до 8. Естественно, вспышка и автофокус. Емкость аккумулятора 1900 мАч, производство Sony. Внешний вид аппарата описывать повторно я не буду. Вы и так все это видели в распаковке, да и за время обзора вы на него еще насмотритесь и поймете, что где располагается. Если говорить отдельно о дисплее, то тут он дешевый. Обычный IPS с неплохими углами обзора, ощутимой инверсией цветов под экстремальными углами и низким разрешением. Черные цвета скатываются в кашу и инвертируются настолько, насколько им позволяет совесть. На солнце максимальной яркости не хватает. В темноте минимальная, слишком яркая. Экран распознает 5 касаний, тач не очень отзывчивый. В целом экран можно оценить как 6 из 10. Кому как, но лично мне не нравится экран меньше 5 дюймов. 4,7 уже неудобно. Мои сосисы, растущие из ладони постоянно, нажимают на этом маленьком экране что-то лишнее. Как играть на экране размером 4,5 дюйма я не представляю. Да, телефон немного удобнее, чем его 5-дюймовые собратья, но не более того. Фильмы на нем не посмотришь, экран слишком маленький для этого, выиграть не поиграешь, потому что пальцем на экране слишком тесно. Использовать телефон как звонилку, ну зачем тогда ему вообще мощное железо? В улефоне подумали так же, и поэтому они воткнули сюда MT6592M. Да, телефон можно было бы сделать еще дешевле, например, воткнув туда MT6582 или 6589. Но в свое время это был самый дешевый восьмиядерник, поэтому и кое-какую популярность смартфон сыскал. К тому же, именно в MT6592 реализована фирменная медиатековская технология ClearMotion, которая перерисовывает интерфейс в 60 фпс. Да, он все еще далек от современных процессоров 67 серии, но уже лучше всего того, что было до него. Плюс к тому, смартфон не греется, а в бенчмарках показывает результаты, вполне сопоставимые даже с современными его собратьями. Тем не менее, это не делает его меньшим куском говна, которым он является. И все почему? Правильно, из-за одного единственного гигабайта оперативной памяти. После загрузки системы со всеми столь необходимыми мессенджерами, со всеми необходимыми программами, от этого гигабайта остается свободными около 450 мегабайт. Общая производительность системы, как для бюджетника, нормальная, но стоит свернуть приложение и открыть пикабу в хроме, многозадачность превращается в тыкву. Связь в смартфоне представлена стандартом WCDMA, и он ловит только 3G-сети. Опять же, вина процессора. Когда МТ-6592 вышел, еще не знали о существовании ЛТЕ. Хм, я так говорю, как будто это было лет 100 назад, хотя с момента его выхода прошло около двух лет. Понимаете, как быстро сейчас идет прогресс? GPS работает хорошо, на местности сориентироваться можно в два счета, спутники видят, будто смотрят напрямую в космос, заранее зная их расположение. Я проводил тест на троттлинг с помощью Эпик Цитаделя, выкрутил все имеющиеся настройки на максимум, и крутил Эпик Цитадель в течение двух с половиной часов. С холодного старта на низких настройках он выдавал 54,3 фпс, а в высоком качестве 53,8 фпс. Через два часа тестирования смартфон вообще толком не нагрелся, и его показатели выглядят вот так. Ультра настройки опустились до 53,6 фпс, а минималки вообще никак не изменились. То есть слово троттлинг смартфон видел только, наверное, в Википедии. С нагревом также полный порядок, пытаясь смартфон хоть играми тяжелыми, хоть тестами с синтетическими до сетями включенными, он хладен будет, а кемать сыра земля. За что производителям заморским низкий поклон. А вот с энергопотреблением картина следующая. При максимальной нагрузке, то есть включенный GPS, Wi-Fi, Bluetooth, 100% яркость экрана на максимальных настройках графики в Эпик Цитадели высаживают аккумулятор емкостью 1900 мАч за 2 часа 36 минут. В повседневности же это один полноценный рабочий день без подзарядки или полтора-два дня в режиме звонилки. В целом я батарейкой доволен и даже немного удивлен, ибо косяков и спадов в её работе не наблюдал. Хотя, как и снайпер в засаде, был всё это время на чеку и бдительность не терял. Но раз я уже заговорил о положительных моментах, то расскажу ещё одну особенность, которая меня порадовала. Это звук из внешнего динамика. После всех этих Meizu по 200 баксов, до бюджетных дуджей, хрипящих на максимальной громкости, чистый и даже местами басовитый звук улефона меня не на шутку порадовал. На максимальной громкости звук бывает похрипывает, но нет такой китайской пластмассовости в звучании. Не флагмана от Самсунга, конечно, но надпись 3D Sound на динамике под крышкой есть. Прикольно. По камерам ситуация такая. Двухмегапиксельная фронталка снимает отвратительно. 8-мегапиксельная камера, которая на самом деле 5-мегапиксельная, снимает днём более-менее адекватно, но ночью или вечером вместо снимков получается каша из шумов, снимаемого объекта, тремора рук и слёз фотографа, пытающегося из скудных настроек выдавить более-менее вменяемый кадр. Тем не менее, при хорошем освещении и наличии рук, растущих из плеч, можно добиться вполне добротных снимков на основную камеру. Если сказать ещё короче, то фронталка мне кроме скайпа нахрен не нужна, а основная камера, как для бюджетника, нормальная. В конце концов, о чём вы хотели? По большому счёту, с аппаратной точки зрения, это довольно добротный бюджетник, с довольно маленьким дисплеем, но для многих это будет даже плюс. Поэтому переходим к программной части. Работает смартфон под управлением чистого андроида 4.4, и это не самая шустрая система на сегодняшний день. Однако руки любителей запилили улефону MIUI 7, и на 4 ПДА даже есть инструкция, как её поставить. В последнее время я очень ленивая жопа, и мне тупо не хочется заморачиваться с кастомизацией своих смартфонов, поэтому всё работает на стоке. Хоть и обновления по воздуху превращают телефон в кирпич. Интерфейс оболочки не тормозит, но и плавным его не назовёшь. Всё-таки процессор 67-й серии с пятым андроидом работают куда шустрее. К программной части производители относятся... Никак. В улефоне тупо забили на производство прошивок для BX и успешно занимаются хрен знает чем. Так что если вы найдёте прошивки для него, то это будут скорее любительские кастомы, чем стабильные сборки производителя. Ситуация по играм стандартная для процессора MT6592. Всё идёт, мало что лагает, на максималках не идёт практически ничего, но даже тяжёлые игры со средними или лучше даже минимальными настройками графики идут на ура. Если подводить всё вышесказанное к перечислению плюсов и минусов, то получится поле, где трава — это минусы, а редко торчащие сухие и пожёванные голодными животными ростки лишь отдалённо напоминающие цветы — плюсы. Тем не менее, из явных минусов можно выделить отсутствие сетей четвёртого поколения, довольно унылый экран, толстенные рамки по бокам, полное отсутствие заинтересованности у производителя выпускать хоть какие-то прошивки на данный аппарат. Плюсами я же отметил батарею, игровую производительность, процессор, как бы странно это ни звучало, ведь не стоит забывать, что всё могло быть куда хуже, отличный звук и неплохую эргономику. Из спорных моментов можно отметить размер экрана, потому что мне он мал, но многим ведь нравится. Ценник и внешний вид. Никак не могу понять, нравится мне его дизайн или нет. Как итог, могу сказать, что при всех своих недостатках, при всём моём недоверии к производителю и доходящих до смешного детских болячках этого телефона, он неплох. Лично под мои нужды он не подходит. И себе я бы такой телефон в качестве основного бы не взял. И не потому, что у него плохая начинка или глючная программная часть, а потому что экран для меня катастрофически мал. 5 или 5,5 дюймов это на сегодня стандарт. И очень даже неплохой стандарт, где можно и в игры поиграть, да и сообщения комфортно написать. Если рассматривать медиатековские процессоры на примере этого телефона, то можно понять, что МТ 6582 и 6589 лучше уже не брать. Ничего хорошего из них уже не выжить. А вот 6592 в ценовой категории до 100 долларов ещё ого-го. Но, если у вас есть возможность, то лучше обновить свой аппарат до процессора 67 серии. Моё личку просто заполняют вопросы, какой смартфон взять до 4,5 дюймов? Если вы ищете звонилку и не требуете от смартфона больших мощностей, при этом вас раздражают клюки, то Ulefone Bix взять можно. Но если вы ищете что-нибудь помощнее, то магазин tomtop.com предложит вам кучу вариантов. Просто зайдите и посмотрите. А на этом всё. Не забывайте подписываться на канал, ставить оценки этому видео и пользоваться кэшбэк-сервисом getcashback.ru. Всем спасибо за внимание, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok